Итак, срочные и неприятные новости с официального сайта лента.ру. Россиян предупредили о росте цен на все. В скором времени в России могут вырасти цены на целый ряд товаров, пишет коммерсант со ссылкой на производителей в нескольких отраслях. Причина – повышение экологического сбора, которое готовит Минприроды. Издание ссылается на подготовленный ведомством законопроект о повышении ставок, которое коснется многих производителей. В частности, сбор за бумажные мешки и сумки предлагается увеличить на 28,46% за пластмассовую упаковку почти в три раза, за свинцовые аккумуляторы в 13,5 раза. В среднем ставка вырастет на 11,4%. По действующему законодательству, производители вправе выбрать один из двух вариантов – самостоятельно утилизировать упаковку или заплатить государству сбор. По подсчетам Минприроды, повышение ставок может принести бюджету дополнительные доходы в 20 миллиардов рублей до 2020 года. В том случае, если максимальное количество производителей предпочтет платить сбор. Опрошенные изданием участники рынка опасаются, что такая мера приведет к повышению цен на конечную продукцию. Также собеседники отметили, что предложенный размер сборов существенно превышает себестоимость утилизации и приведет к необоснованным доходам государства. Кроме того, следствием может стать развитие нелегального бизнеса, не платящего сбор. Также участники рынка обратили внимание на нелогичность законопроекта. В нем предусмотрено одновременное повышение ставок за пластмассовую и алюминиевую упаковку в 8 с лишним раз. При этом одна из мер объясняется стремлением поддержать попавших под санкции производителей алюминия. Но вынужденные платить более высокий сбор производителей напитков, напротив, скорее всего, выберут другую тару для них. В Минприроды причиной возможного повышения сбора назвали желание стимулировать компании самостоятельно перерабатывать отходы производства. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий. Итак, как нам тут пишут, что многие заподозрили, что эта мера, одна из мер объясняется стремлением поддержать попавших под санкции производителей алюминия. Это непосредственно касается русала. Давайте вот элементарное путешествие в историю. Напомню, что в СССР категорически запрещено было проводить алюминиевые проводки в квартирах, потому что в квартире просто было очень много пожаров и, соответственно, жертвами становились люди. Все это время запрещено было проводить алюминиевую проводку. Но после того, как Соединенные Штаты Америки ввели санкции против одного из олигархов, которому принадлежит РосАу, а по сути РосАу должен принадлежать нам с вами, то есть народу, и теперь правительство опять вновь одобрило проводить проводку, делать проводку из алюминия. То есть достаток одного олигарха для правительства выше, чем человеческие жизни. Соответственно, это приведет к катастрофическим последствиям, потому что алюминиевая проводка, она сама по себе очень плохая. Но с учетом того, что за все эти годы все переходники, реле, розетки и автоматы сделаны из меди, а стыковка меди и алюминия это самое опасное, то, соответственно, число пожаров и, соответственно, число из жертв будут просто ужасающими. Мы очередной раз видим, что для правительства не нужно, скажем так, не заботиться о народе, оно заботится о частных каких-то олигархах, которые зарабатывают на нас с вами миллиарды. А теперь они будут зарабатывать на человеческих жертвах. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, мы будем следить за новостями.